Здравствуйте! Сегодня хочу сделать видео в честь моего отца Ивана Иосифовича Кравцова. Выставила его фото. Вот это он после училища уже. Это вот в Германии с другом. Это он с другом в Германии. А это мой дядюшка тоже в Германии с друзьями на мотоцикле. Вот этого дядюшка только вот одно фото, а это все отец. Всем здравствуйте на моем канале. Сегодня я хочу показать день 9 мая, день победы моего отца, который служил и воевал на войне. 1941-1945 год. Мой отец Иван Иосифович Кравцов с 23 года рождения. Призвали его, когда ему исполнилось 18. Вот такой вот он уже с фронта пришел во время войны. Конечно, фотографий нет, чтобы на войне фотографировались. Это у него фотографии все уже с Берлина. Это он после училища. Вот с другом он в Германии. И вот с другом в Германии. Тоже позируют в Германии в саду где-то. И это с другом в Германии. Почтить память. Да, призвали его не в начале войны. Как вы понимаете, если он 23 года, то, наверное, посчитать надо. Я прям что-то сегодня расстроена. Как-то сегодня у меня никак. Не пойму, почему. Настроение не особо. Вот. А это вот мой дядюшка. Старший брат мамин. По маминой линии. Тут он с друзьями в Германии на мотоцикле. Девушка какая-то. Это все немка. Это наш. А это у нас отец молодой. Дом перед армией. Что-то фокуса нет. Вот такой вот был паренек. Да и фото старый. Да что-то фокуса нет. Вот так вот. Такие парни. Благо, что действительно. Он служил в танковых войсках. Был радистом. В танке. Экипаж 4 человека. Как он рассказывал, их подбили. Ему удалось с горящего танка одному спастись. Вроде как все сгорели. Очень мало рассказывал. Это я с маминых слов. Не знаю. По молодости, может быть, что-то недопоняла я. Точно я не могу. Документально там все, чтобы подробненько. Нет, не знаю я. Что сказала мама, то повторяю. Никогда он о войне не рассказывал. Мы маленькие не спрашивали. Как-то мы раньше не спрашивали. Почему, не знаю. Вот кино посмотрим про войну. И так и на этом все. Отслужил в Германии. Тоже там надо было порядок наводить после войны. Вот он там еще, по-моему, год был. А вот его семья. Отец, брат, две сестры. Как сохранилось это фото. Это вообще... Вот он в фуражке. Вот такое старое фото. Хорошо, что он прошел войну и остался жив. И оставил еще нас троих. Женился и нас трое. Вот он уже на работе после войны. В аэропорту техником работал, по-моему. Тут с мамой они только поженились. В подъезде стоят. Это уже шестьдесят шестой год я с ними. Худенький он был, неполный. Прожил до шестидесяти лет. Рак. На кровати пенсию получил. И все. И все. Вот так вот служили наши ребята. Многие не вернулись. Дмитрий Васильевич, это мамин брат, он ушел добровольцем. Поближе поставлю. Потому что иначе семья вся погибла бы с голоду. Потому что отец у них был репрессирован. И вся семья была выгнана на улицу. Карточек они были лишены. Продуктовых. Семья была на грани вымирания. И он сказал матери. Маминой маме. Или грудь в крестах. Или голова в кустах. Мама, пойду на фронт. Вот он добровольцем ушел. Дмитрий Васильевич Меркулов. Он служил с 41 по 45 год. Воевал. В пехоте. Рассказывал, как их в шитом поедали. Это уже его дочка рассказывала. Мне двоюродного сестра. Самое страшное на войне, говорит, это были вши. Он отслужил. Приехал домой. В Тахтамын. Дусково-Орлинского района. Где его мама жила. Но по пути с Берлина. Он заезжал в Москву. Ну, обычно через Москву. Женщина сформировали. И там познакомился с женой. С женой. И женился. И женился. И приехал с ней уже домой. Мать познакомил с ней. Но в скорости они уехали в Москву. Так и прожили в Москве. Жена, правда, умерла рано в 63-м году. Это мой дядя старший. По маминой линии. А по отцовой линии я никого не знала. Отец рано умер. Его вагонами задавило. Он как-то, видать, был между вагонами. Что там делал, не знаю. В общем, его между вагонами придавило. А мать вообще, отец не помнит. Вот мой отец. Думаю, не знаю, 16, что ли, лет. Очень плохо фокусируется. Я о них ничего не знаю. Я знаю, что сестры на Кубани прожили. Сейчас уже Царство Небесное. И брат Василий не знаю где и как. Поэтому он уже был сиротой, когда пошел. Когда призвали на войну. Образование у него небольшое. Потом, правда, офицерское училище закончилось уже во время войны. Вот как-то так. Сколько людей погибло. Сколько пацанов уложено. Которые кричали за родину, за Сталина. Пачками, пачками их с автоматов, с пулеметов расстреливали немцы. Ну что, ребенок пришел на фронт. Винтовку в руках не держал. Страшно. Дядь Митя говорил, кричали, мама. Падали, кричали, мама. Страх был, конечно. Многие погибли. Я когда слушаю песню. Вальс 9 мая. Как медсестра поет. Я всегда плачу. Даже еще, когда молодая была. Сейчас тем более. Там такие слова. Вообще. Легкий школьный вальс тоже был у нас. У него судьба была такая. Помню, как сейчас наш десятый класс закружила в юго фронтовая. Фронтовой самбат у лесных дорог Был прокурен и убит тоскою. Но сказал солдат, что лежал без ног. Мы с тобой, сестра, еще станцуем. А сестра, как мел, вдруг запела вальс. Голос дрогнул, закачался зыбко. Я улыбнулась всем. Это я для вас. А слеза скатилась на улыбку. Ла-ла-лай, ла-ла. Ла-ла-лай, ла-ла. Сколько лет прошло. Не могу забыть. Тот мотив, что пелся в бою. Сколько лет прошло. Не могу забыть. Мужество солдатской и волю. Мужество солдатской и волю. Ла-ла-лай, ла-ла-лай. Эх, жаль, что я хриплю. Я с бронхами. Вот так вот. Так что выпьем, поменем погибших. Отец у меня дожил до 60 лет. И нрав в горло умер. А Дмитрий Васильевич где-то после 80, по-моему, он умер. Вот точно не знаю. Все хочу. Вот уже говорила Зинаида его дочь. Я уже опять забыла. Всем павшим, но ныне живущих мало. Царство небесное. Спасибо за то, что не дали нас пленить. Что мы родились на этот свет. И живем. И еще потомство. Дальше у нас пошло. Спасибо им за все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok